МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомелев. Студии працуем Арина Джалая. Глядите в этом выпуске. В НУ вашим абитуриентом Гомельским державным университетом Франциска Скарины сегодня стартовал профориентационный проект. Свято для выхованцев социально-педагогичного центра организовали волонтеры от Рады БРСМ «Открытые сердцы». Гомельский державный цирк запрошал бачить новую программу. Наш корреспондент первый бачил яскравое цирковое действо. А зараза б гэтым и иншим больше подробязно. В Беларуси повышаются пенсии. Отповедный указ подписал президент краины Александр Лукашенко. Документом продуглеживается проведение переразлику прационных пенсий. Это связано с ростом средней заработной платы у республицы. В вынику с 1-го листопада пенсии повеличится прикладно на 5%. Так, средняя в номинальном выражении вырасти приблизно до 315 рублёв. Нагадаем, у жнивня средний помер этой выплаты складал около 300 рублёв. Это было прикладно 35,5% от средней зарплаты по Беларуси. И еще одна новина. В связи с днём Кострышницкой революции, прационный день с понеделка 6 листопада будет перенесен на попереднюю субботу, 4 листопада. При необходности организации мают вправо переносить в прационные дни у иншим парадку. В Гомельском Державном Университете имя Франциска Скарины сегодня стартовал адукационный проект ВНУ «Ватчим абитуриента». И он различен на старшоклассника и имеет профориентационный направл. Под обязанностью в нашем наступном материале. Адукационный проект ВНУ «Ватчим абитуриента» объединял учеников старейших классов с разных установ эдукации региона. Головная мыта – познаймить подлетков с деятельностью факультета замежных му Гомельского Державного Университета имя Франциска Скарины и показать школьникам студентское житё знутри. Конечно, моим приоритетом в данный момент является поступление в Минский университет, но всё-таки я, побывав в этом учреждении, всё-таки вижу, что это пристойное учреждение образования, и с радостью я бы поступила именно сюда. Я уже имела честь познакомиться с некоторыми преподавателями и абсолютно уверена в том, что знания здесь на высшем уровне. Адукационный проект ВНУ «Ватчим абитуриента» инициированный непосредственно факультетом замежных му Гомельского Державного Университета имя Франциска Скарины. Тому акцент сделан на володании английской и немецкой мовами, которые сейчас выкладаются в этой высшей установе. Проект включает три этапа – сочинение, реферат и вузное выступление. Они писали научную работу, по результатам которой были отобраны лучшие, и приглашены провести День студента у нас в нашем вузе на факультете иностранных языков. Затем они будут присутствовать на зимней сессии, сдавать так называемый экзамен в качестве реферата. И весенняя сессия, естественно, предусматривает их участие в конкурсе ораторского искусства. По выниках каждого этапа профориентационного проекта будут вызначены переможцы. Они смогут проявить себя в учебно-эдукационном, грамадским и культурном життей факультета замежных мов Гомельского державного университета. А главное – каждый отделник проекта ВНУ «Вачим абитуриента» сможет кончатково вызначаться со своей будущей специальностью, отримать корыстное для поступления веды и интегроваться в студентское життя. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадио «Кампания Гомель». Свято для выхованцев Гомельского социально-педагогического центра организовали волонтеры от Рада БРСМ «Открытые сердцы», який день, чая при открытом акционерном товаристве «Гомсельмаш». На встречу с детьми активисты волонтерского руха завитали разом с аниматорами в костюмах персонажа мультфильма. Дети, захопленные с встречи с любимыми героями, с радостью приняли удел у активных гульнях. Не забыли гость и про подарунки для маленьких хлопчиков и девочинок. До речи, эта акция – только одна из великого широкого добрых справ, которые ладятся волонтерами от Рада «Открытые сердцы». Они регулярно проводят доброчинные святы, спортивные гульни и фотосессии для выхованцев социальных притулков и интернатных установ. Головное – подарить добрые эмоции и настроить детям, которые избавлены Батьковского тепла. Таким малышам важна любая увага и хлопот. В Гомельском областном палаце творчества «Дети и молодцы» завершился открытый областный турнир по интеллектуальных гульнях «Кубок Полесия-2017». Это с поборницей проходит что год. Все лета свой дел у них приняли 23 команды из всех областей Беларуси, а так само из города Калуги Российской Федерации. Это амаль 140 человек. У дельников турниру чекали двухденные интеллектуальные баталии. Лепшие были вызначены у двух категориях – студентской и дорослой. Призовые кубки были разыграны у некоторых видах интеллектуальных гульнях, таких как «Что, где, коли», «Своя гульня», «Священная корова» и «Тройка». Сирот переможцев оказались команды из Гомеля и Минска. Сегодня вечером на «Беларусь-4» в программе «Добрый вечер, Гомель» размова у промым эфира об нашей жильево-коммунальной господарце. Те умеем мы экономить в масштабах одной семьи и всей в области. Как платить за коммуналку меньше, даже при тарифах, которые растут. Какие хитрости у побытта помогают экономить воду и светло. На что нам светло дает лямпы и как правильно выбирать газовый котел. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня вечером в 20.40 на «Беларусь-4». Долучайтесь до разговора. Телефон у студии 34-22-43. Гомельский державный цирк запрошает увидеть новую запальную программу. Хастеть шокают захопляльные труки акробатов, поветранных гимнастов, жанглеров, а так само выступления дрессированных живел. Утым лику косолапых медведев. Новая цирковая программа «Цирк-ревью» и шоу «Косолапы» – это каскад неверогодно смелых труков. На арене самые рискованные акробатичные маневры выконываются на оригинальном круглом турнику. Это складанный номер потребует от артистов полного взаимодействия и синхронности рухов. Под куполом цирка в свою чергу поветранные гимнасты притягивают за себе погляды глядашоу и промышают их сердце замирать. Тут разгортывается пригожая история каханья, якая читается про спласты, куграцию, костюмы и гармоничное музычное сопровождение. Потребливают батеры на строй глядашоу на протягу усяго представления комичные номеры клоунов под керовниством заслуженного артиста России Сергея Просвирнина. Стремать усмешку, глядяши на их веселые репрызы, просто немогчима. Еще один вельми колоритный номер у новой цирковой программе – оригинальные фигурные элементы на велосипедах. На арене разгортывается масштабный парад самых разных двуколовых сродков перемещения. На их артисты выстроиваются ускладанные шмат узровневые живые пирамиды и выконывают инши разностайные складанные труки. У нас есть велофигуристы, но вот как раз они строят такие пирамиды. В цирке называется драйка, фирка. Драйка – это когда из трех фирка. Там тоже замечательные исполнители. Вы посмотрите. Я не знаю, повезут ли они фирку. Это все зависит тоже, будем делать, не будем. Все от физической кондиции нижнего и первого среднего. Верхним ему все равно третьим ехать или четвертым. Если состояние нормальное у нижнего, фирку везем. Свою прыгожостью и талентами весу мнения употешать ледошоу дрессированные малпы, попугаи, собаки, кошки и навод бурые медведи. Косолапые валерыны бодай головные герои циркового шоу. Под кировництвом народного артиста России Гранта Ибрагимова яны умело демонструют не только грациозные элементы, а так само выконуют оригинальный цирковый номер, який не мая аналога у свете – катание на гироскутеры. Катаемся мы оба, потому что сначала я бежал от него, ввел его на подкормки, а сейчас мы просто едем спокойно, и он катается лучше меня. Он позволяет себе делать вольности, он уже понимает зал. Это говорит о том, что он уже просто артист и с разумом с большим, и владением этого гироскутера. Зорка номера косолапые грации «Мядведь» грызли по кличке «Ек». Его рост каля трех метров, а взросл 34 годы. Он – соправдная легенда советского цирка. За свою шматгадовую карьеру гэтый «Мядведь» объездил не один десяток краин, сдымался в документальных и мастацких фильмах. Зараз у каждом городе глядачы дорадьеку самые ширые и яркие овации. Его рост каля трех метров 40 сантиметров. Яскравые выступления лауреатов международных фестивалей, профессийные адресуры и постановка номеров новой программы створяют независимую атмосферу с особливой энергетикой и дорадь глядачам выключно лепшие узоры циркового мастерства с усветного узровня. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Валерия Гопанько, Ялген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Гэтый и иншие новины вы можете снасти на нашем сайте в интернете по адресе www.tivergomel.by. Далее у эфиры спортивные огляды. З новинами спорта вас познайомить Максим Савин.